Вокруг света пешком Дмитрий Сагал, Александр Советов, Ирина Спирина и другие Россия Великий русский северный путь Великий русский северный путь с общей протяженностью около 2000 километров идет от Москвы до Соловецкого монастыря Через Сергиев посад Александров Переславль-Залиский Ростов-Великий Ярославль Вологду Кириллов Белозерск Каргополь И Онегу Раньше, когда колхоз был, давали на каждую разнарядку Яблони окапывали, окашивали, покармливали А потом все это как-то у них тут забросилось Последние годы три, наверное И потом тут разнотравия Я когда шел в Кириллово пешком, белой ночью сюда, в Горице, полями Вот просто голова кружится Настолько вот это вот аромат Тут есть проход? Ну полями пройдешь Ну то есть дороги там нету поля Старая дорога заброшенная есть Есть? Да, да, конечно Мы не нашли Ну, трудно найти Все взросло сейчас Зимой лыжня есть Вот, а здесь сортовые и сортовые, они очень здорово оформлены Как вот эта сформирована крона у них Здесь вот на четыре вот так ствола И вот так вот четыре этих самых вверх идут сучья И она и собирать удобно, и она не разваливается То есть тут добротный какой-то хозяин был Вот так он занимался серьезно И знал вот эту все технику Правильно сформировал Формировал, да Кстати, хищные птицы, так вот они иногда нас помогают Летают над нами, соколы летают И здесь живет скопа Скопа живет вот в этом лесу Ей здесь, кстати, очень нравится У нее вкладки четыре яйца Два раза я ее видел, но издалека Но это надо сторожить сидеть целый день Так я и не сходил Вот в заливе там, вот диски-то у нас Но это редкая очень птица Редкая птица, да И орлан белохвост на островах живет Мы на байдарке плыли, видели Действительно белый хвост, интересно так Вот Медведи тут ходят редко Вот сюда на гору Заходил лет десять назад На огороде там живет охрана Вот, медведь приходил А лоси как-то бежали даже К нам сюда по улице И собаки спугнули Они развернулись и бежали Ну как, яблоки? Я ж не пробовал, вам несу Мы когда этот сад только получили А тут уже все взросло Потом-то тут и подкормили Обрезку сделали И порядок навели Вот этот год у нас провальный, видите Нет бойцовка И приехал архиерей А он очень любит яблоки И меня посылают Я туда сторожа Слушай, говорит Михалыч Норвегия, архиерея Целую корзину Самых хороших А я знаю, что у меня нет хороших У меня еще кислятин Потому что я тут, думаю, и рановато Ну вот такой Одичали, да Да еще и рановато Ну пошел тут собираю Так, кое-кое что набрал Так, покрасивший Вот А он стоит ждет на машине Этот самый Ну что, плохо? Нет, вполне Уже дам Не, не, не Для него кисловато А, ну все, не уход Ну и вот Ну и он от меня дождался Дым от корзины Он сел, поехал Через час мне звонит И говорит, Михалыч Ну какой же ты мне кислятина Ты наложил Я говорю, виноват, ладыга Ну других нету Это было последнее Валдайское оледенение Он наступал с севера И высота льда была 2 километра И вот впереди себя он толкал Такой вал Грунтовый А эту самую земную кору Он немножко ее продавливал И вот он не дошел до Вологды 10 километров И остановился И потом стал отступать А вот этот вал он оставил Это называется Оларевская гряда Но она сейчас не 50 метров высотой Высотой там она метров 15-10 Но такое место интересное И вот там видно С одной стороны чаша вот эта вот С севера Там находится сейчас Кубинская низменность А в середине Кубинское озеро Оно не все водой заполнено А только вот часть этой чаши Вот А получилась с другой стороны Плотина То есть вот как он толкал Впереди себя вот этот вал И потом когда он отступил Вал этот остался И он там подпор такой И здесь болото И с него ручьи перетекают Через каждые там 300 метров ручей Текут вот в эту вот низменность В Кубинскую Там сосновый лес растет И там на лыжах покататься Не успеешь покататься Такая красота Там даже что-то Найки-то устраивает И вот едешь и вот видишь Вот это вот 10 тысяч лет назад Так немножко наглядно Как все это происходило И вот он прикатил Три горы сюда Они известковые То есть это дно моря Вот И у нас вода Вот Наш источник Кихвинский Он сильно кальцинирован Извести много Но вода изумительная Пьется хорошо Вот Представляете Водопровод у нас Километровый Деревянный Проложен С этого рогняка В монастырь И он действует до сих пор Ему уже лет Наверное 180 А интересная история была Воды не было в монастыре Вообще Брали воду с реки Копали колодцы сухо Воды нету И они молились по летописи Десятки лет Десятки лет молились монахини Чтобы как-то с водой Вот это решить проблему И река была дальше И таскать в гору Было непросто И народу было много Вот И с водой была проблема И вот на Кихвинску 9 июля Одна из монахинь Предположительно Даже схимница Пошла на огороды На нашем монастырске Отошла километр Запнулась об камень И оттуда хлынул Вот этот вот Родник Очень мощный Там напор такой хороший И вот проложили Деревянный водопровод И вот он действует до сих пор Километр И это самое И последние 100 метров Вообще В гору течет Под напором вода То есть Безупречные там стыки Безупречная там Идаляция была А по монастырю Была разводка чугунная Она заглушенная Сейчас там просто Её забросили Ещё в советское время Волго-Балтийский канал Самый длинный канал в мире Его придумал Пётр Первый Что реально Вот этот вот путь проложить Но у него не было средств Экономика не могла Потянуть вот такое строительство И Мария Фёдоровна Супруга Павла Первого Она отдала всё Своё состояние И как-то вот Участвовала там Своими какими-то связями В строительстве вот этого канала И его построили При Павле Первом Вот Он был совершенно конечно не такой Он был узенький В некоторых местах Просто на лавраг Там были деревянные шлюзы Деревянные были Всякие там Эти самые Сооружения Сооружения Да Вот Но он работал И в то время это ещё не было Железная дорога Это было очень хорошее Поспорье чисто вот Инженерное Вот И мы были на старом русле Сейчас уже немножко Маршрут этот поменялся На старом русле было Там видно ещё вот Облицовку вот эту вот Деревянную И стоит памятник Не поверите Деревне И в огороде у кого-то Он оказался внутри Потому что уже канала нету Там он уже сместился Вот И он стоит памятник И на нём написано Четыре цепи висят огромные Вот такие вот Медные доски И написано У меня фотографии есть Но на вскидку помню одну только надпись Мечту Петра Мария воплотила То есть то что Пётр Первый вот мечтал Мария Фёдоровна вот Сумела воплотить И вот это всё работало Он работал по-моему Только по весне По большой воде И один караван успевал пройти В одну сторону по-моему Один в другую Вот Но даже это было очень хорошо По эти временам В то время других путей не было Вот А потом его при В конце 19 века Его вот сделали более-менее Современный вид привели И маршрут вот этот новый Немножко изменили И вот до сих пор Вот те старые наработки Они до сих пор использовались Вот в этом новом канале Которые строили уже в 1964 году Открыли вот это вот Судоходство И вот эта прямая От Череповца До Вытигры Здесь нет шлюзов 200 километров Они сумели вот это вот Прямую вот это вот Воплотить В начале 19 века Сюда пришла молодая барышня Маврикия По фамилии Ходнева Она была из Белозерска Местной была жительницей 18 лет ей было Она пришла Стала здесь подвижничать И ей здесь не понравилось Она хотела отсюда уходить Здесь был обособный Жительный устав Каждая монахиня Приходила Уносила вклад в монастырь И строила себе жилье Строила келью Вот Они все собирались вместе Только на общее богослужение А потом расходились И каждый занимался своим делом Вел свое хозяйство Так было проще Чисто экономически Игумение не обязано было Кормить всю эту команду Вот Были такие монстры Было мало В основном все были Обособно жительные Ой, простите Общежительные Общежительные, да Вот И все бы ничего Но очень сильное было Разделение в статусе Некоторые буквально ели на золоте И держали прислугу А некоторые весной Когда все подъели Огороды здесь скудные Выходили на дорогу И просили милостыню В лохмотьях Вопрос-то и вопрос-то Выживания И она все это видела И это очень сильно тяготило И она решила отсюда уйти И поехала в Кирилло Новоизерский монастырь К своему духовному отцу Феофан Новоизерский Был такой духовник Он прославлен сейчас Поехала туда за советом Неизвестно, что он ей посоветовал Но когда она сюда вернулась С удивлением узнала Что в ее отсутствии Умерла настоятельница И монахини на своем собрании Выбрали ее Новую настоятельницу Это было очень странно Она была молодая Была из небогатой дворянской семьи Ей было 32 года Она отказалась наотрез Уходить хотела Ее тут настоятельницу выбрали И она снова поехала За советом к духовнику К Феофану Новоизерскому И в этот раз он подумал Помолился и сказал И соглашайся Ничего не бойся Господь рядом Все у тебя получится Это твой крест Ты его неси И все будет хорошо Она взмолилась И сказала батюшку Я даже писать не умею Как ни странно Она знала старославянский Выучила его по чистослову Наверное А о русской грамоте Она была не обучена Он взял лист бумаги Написал крупно Маврикия Вот это вот Научись расписываться И будешь подписывать документы А писать за тебя будут другие И так и было Всю жизнь На нее писали письма Водительница документы А она только расписывалась И она когда вернулась сюда Сразу поставила условия Переходим на общежительный устав Было 70 монахинь 30 собрали вещи сразу И ушли А 40 осталось И вот они все Ссыпали все кушанье В общий котел Это была Пасха 1812 года И что интересно У каждой монахини В келье стоял гроб Когда постригали В монахини Монашество Каждый заказывал себе гроб И она стояла у них в келье Чтобы не было иллюзии Чтобы не было потом мучительно и больно За бесцельно прожитые годы Как сказал Островский Вот Но чтобы такая хорошая вещь Как гроб не пропадала Они в гробах хранили продукты Так вот они Открыли свои гробы Достали продукты Осталось одно пшено Весна уже все подъели Сыпали все в один котел И сидели Ели это кушанье И все плакали от радости Потому что все понимали Что живут они неправильно Что монахи Первые христиане Так не жили Вот И что Надо все это поменять Но в то же время Понимали что никто Никогда от своих привилегий Не откажется Никогда их мечта Не сбудется И вот их мечта сбывается Теперь они будут жить Как положено жить Сестрам в монастыре Сильные будут помогать Слабым Богатым Бедным И делить им ничего не надо Они все будут вместе В одной команде Вот И Маврикия потом Прожила очень долгую жизнь И вспоминала Вот эту радость И говорит Боже Я такой радости никогда не испытывала Вот как тогда Когда они все Перешли на общежительный устав Вот Она прожила очень долгую жизнь 46 лет управляла Нашим монастырем Потом доживала на покое Вот Появились богатые спонсоры Появились Она построила все каменные сооружения В этом монастыре Вот этот вот собор Троицкий Построила Появилась Трискета у нее Построила стену Вот И появились благотворители И вот к концу ее правления Здесь было уже 400 монахин Вы знаете В один прекрасный день Мы случайно подошли сюда Когда солнышко по-моему В один часов Вот повернулось Вот в эту сторону И вот здесь прочитались Просто так интересно Тень упала Прочитались первые буквы Маври Дальше было не видно Но вот тем не менее Маври Вот это вот Прочитывалось очень Достаточно Убедительно Скорее всего Это ее надгробие Скорее всего Она вот здесь похоронена Вот они вот буковки Вот Вот до сюда вот прочитали Вот это И Вот Дальше все уже стерто Хотя Если бы криминалисты Прочитали бы Наверное все таки В таком состоянии Но и на том спасибо Надо еще сказать О последней домине Зосимы Рыбакова Матушка Зосима Была уже последней Долюционной Игумене Она из крестьянской семьи Лежав Вот пока она лежала В люльке Зашла стариться В крестьянский дом И сказала ее матери А вот там-то у тебя В люльке-то Игуменя лежит А потом ее расстреляют Расстреляют И мать передала Видимо в каком-то возрасте От своей дочери И дочь так всю жизнь Боялась Она насиловала Так себе И был вот у нее страх Что расстреляют Или не расстреляют Или расстреляют Как она там будет И когда начались аресты И расстрелы Она конечно уже стала Серьез к этому относиться Первый раз ее арестовали Выпустили Второй раз Она сидела в общей камере В Кириллове И плакала Она сняла с себя Облачение Не молилась Плакала Надеясь Что минет ее Чаша сияла Но с ней же Оказалась В камере старица Старица подошла К ней и сказала Матушка Ну что ж ты плачешь Ну давай меняться Давай я надену Твое облачение И буду молиться А ты-то надевай мои лохмотьи И будешь ходить Вот сколько ты еще там проживешь По городам и весям Собирать милостыню А я-то завтра уйду К Христу С радостью И тогда Матушка Игу меня поняла Что Что она теряет Вот При таком своем поведении Она снова облачилась Она стала молиться И уже с гордо поднятой головой Она вышла на расстрел Вот Часть монахинь Больше пятидесяти человек Была расстреляна Просто в Левашовской пустоши Еще по-моему Двух батюшек вместе с ними Вы знаете да Что это за пустошь Там тысячи тысячи людей Расстреляны И кости лежат Буквально полметра Вглубь Не поставят даже памятника А ставят только поклонные кресты Вот один из этих крестов Это крест к горитским монахиням Довольно много народу Попрятались и доживали свои дни Уже в каких-то крестьянских домах Около тридцати женщин Монахинь спрятались в Кириллове За Кирилловом в пяти километрах Есть храм Который не закрывался Они там при храме Мирской одежде В общем-то молились И доживали свои дни Также они похоронили Последняя горитская монахиня Умерла в 1990 году Буквально девять лет не дожила До начала восстановления монастыря По благословлению Алексея II А восстанавливать приехала сюда Матушка Ифалия И с ней сестры Там наверное больше десяти человек было сестер Поначалу И уже четыре года как матушка Тарифа у нас А сколько сейчас монахинь тут? Три монахини, сейчас две послушницы А вы кто? Я Трунница Да Я приезжаю летом из Петербурга А вы из Петербурга Аля, я сейчас открою И у меня хлеб будет сразу в водопад Здесь склады были Склады были, там склады были Там покрова горела А что больше? В том месте скотный двор был Где реставрируют Что делают в свое время Ну а вот видишь что Откуда, откуда знаешь Какой там корпус был Если там коровы стояли И горы навозы И сено все это Ну вот с детства так Кукурузы еще вот Кукурузы было целые горы Что это было? Время такое Ну вот это помню еще А это Кукурузы не помню Не знаю так Что я буду врать то Правда? Трава густая Дождей же не было Откуда такая трава? Трава она выросла Потому что тут вот Широчка Вода была Вода плотная Трава Помаленьку берешь Иначе Не скучить Иначе не скучить И вот эта трава Видишь какая Загон для кож был Выше А кожу держать Это На где там есть что? Кожа то Чтобы держать Кому ничего не надо Само понимаешь Вот как он у них Вот не знаю Какого тут шеи Вот это место Берег Вот Берег Видишь А это с той стороны Вот эти дома Вот эти Самые Всесовет Чайная Дом крестьянина Дом гохозника Как бы Чай дом крестьянина Паром Вот такое Вот елки на берегу Были Вот эти елки А елки на берегу Чтобы от реки Снег куда идет Чтобы магазин Снегом не заметал Видишь что Вот Троновато Видишь какой был А берег тут Насыпан И вот стена Видишь Где идет Вот 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 Видишь Она идет Стена И сейчас нету По берегу И туда И с той стороны И с той стороны Стена шла Видишь Какой Вот такое И шпили И шпили Тут не все Не все Сделаны шпили Видишь Сколько Вот 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 Один шпиль Видишь Шпиль Не кресел А шпиль Вот какой И второй Сзади Еще Что не заделано Вот крылечка Вот она крылечка Вот Дело Николаевич Дело Вот Фотографии Крылечка Не было вообще Вообще Не было крылечка Здесь Вот Все Все это Разломано было Это все Это новое Все сделано Новое Вот 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 Какое Видишь Вот А винтовода лечится Это я помню Это мы залезали И там Колокол большой был А Вон Видать Видишь Вон Где И так Вот Ставлено Вот Старая Это История Сколько Всего Где Люди ходят Смотрят Не знают Не знают Не знают Вот И вспоминают Саму Как говорится Временами Что Тут нормально Только Вот этот Первый кусочек Такой Темноват Сейчас Сейчас Закрыто? Нету Еще у нас Технология Я лазил прямо на крышу Там люк выгорел на крышу Но там Овесковано Ой Картошка Тоже пахнет После революции монастырь действовал несколько лет Но потом его здания были переданы под организацию дома инвалидов А затем под сельский клуб С 1999 года на территории монастыря частично возобновилась иноческая жизнь женской монашеской общины Дальше всегда у нас на линейке Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok